Урожай От этого в организме вырабатываются всякие приятные эндорфины и прочие серотонины От этого человеку становится хорошо и человек становится даже немножечко счастлив Так вот, в последнее время мы, поскольку имеем очень большой опыт агрономии на самых разных площадях От бескрайних полей до буквально огорода на подоконнике Мы обнаружили, что основное вообще для чего имеет смысл связываться с земледелием в самых разных видах, формах и масштабах Это все-таки счастье человеческое И агроном, спортсменка и просто красавица Юлия Петровна не даст соврать Это человеческое счастье складывается из очень большого количества всяких разнообразных составляющих Я думаю, пришло время представиться, я дачный агроном Вячеслав Сегодня мы с агрономом, спортсменкой и просто красавицей Юлией Петровной на стенде замечательного эко-дачника Расскажем вам об одной узкой, но очень прямой и очень быстрой тропинке К достижению простого садоводческого счастья Потому что это что? Потому что это, друзья мои, очень и очень важно в жизни каждого человека Давай я что-нибудь скажу, как это обычно происходит у нас Действительно, мы очень много времени общаемся с разными садоводами, которые имеют участки на разных широтах И вот сколько бы я ни общалась и с вами, например, женщина прекрасная Поделитесь буквально два слова Какого размера у вас участок? 80 8 соток, супер! А как долго вы им владеете? Как много вы занимаетесь земледелем? Лет 5 Лет 5 А расскажите, что вы выращиваете? Помидоры, огурцы, зелень, уголка Я повторяю немножко, да? Помидоры, огурцы, потому что мы под запись это говорим И расскажите, а что у вас вызывает больше всего положительных эмоций? Почему вы ездите вообще на свой огонь? Не знаю Я не просто, ну, видишь какой-то результат своего зруда, наверное Ну, потому что это очень приятно и очень важно Сделать что-то своими руками и потом посмотреть, во, получилось Причем тут не обязательно строить дворцы, достаточно семечка в землю посадить Оно потом растет, особенно на детях это хорошо прям видно, заметно Когда ребенок своими руками что-то посадил А потом прибегает, радуется, оно взошло, оно растет Там уже два листика и все вот это происходит Кстати, в этом смысле дети от взрослых людей мало чем отличаются И я немного прокомментирую, да, для наших других зрителей Что смотрите, у нас женщина неподставная Она просто шла-шла мимо, подошла и остановилась послушать, что же здесь происходит А мы в итоге, да, буквально пару вопросов, ну, что человек выращивает И мы докопались, да, самого главного и основного Почему мы вообще что-то выращиваем Не потому, что мы хотим 200 килограмм лука Правда, вы же не 200 килограмм выращиваете, да? Потому что спина одна, руки одни, времени постоянно не хватает Есть реальная человеческая жизнь С другими заботами, дети, внуки и все такое прочее И самое главное, что нас к даче, да, зовет Это получение удовольствия, радости от урожая От того, что что-то получается И мы с Вячеславом, как дипломированные агрономы С огромным опытом и с огромным багажом общения с разными людьми В разных регионах пришли к тем рычагам и механизмам Которые помогают получить вот эту радость от выращивания Простыми, спокойными, ложащимися гармонично в ритм жизни действиями Ну тут я должен признаться в такой, знаете, несколько Такой деликатной своей слабости Дело в том, что я очень ленивый И когда у меня, ну, это лень реализуется довольно необычно Потому что когда у меня еще в древние времена Там еще до Ютуба, еще в ЖЖ у меня был там свой блог Назывался «Дневник ленивого огородника» И слоган у меня там был «Горы сверну, лишь бы ничего не делать» И я вот, поскольку работать не люблю И без всякого стыда скажу «Ленюсь» Вот по натуре я ленивый человек Поэтому я всегда придумываю какие-то такие решения Которые позволяют, например, одним действием Решить сразу несколько задач И об одном таком хитром, но очень простом И очень облегчающем жизни приемчике Мы вам сейчас расскажем Начнем, если честно, издалека Вот давайте с вами представим Обычную вот вашу дачу Или ваш присадебный участок Или что у вас там, как вы Где, на чем вы реализуетесь Как земледелец Наверняка там есть вот что-то такое Что требует очень много работы И совершенно простое, естественное Можно сказать, здоровое человеческое желание Работать поменьше А урожай получать побольше Или, например, так, чтобы одним действием Решать сразу несколько задач И такой способ есть Пришел этот способ, как ни странно С больших площадей И из сельскохозяйственного производства Наши подписчики и постоянные зрители знают Что мы последовательно выступаем Против прямого переноса технологий сельского хозяйства На приусадебные и дачные участки И тому есть очень много причин Мы сейчас не будем много об этом говорить Но давайте с вами представим Вот давай, ты поскольку у нас тоже агроном И с огромным опытом Тебе будет легко представить фермера Который, например, там на 4 гектарах Выращивает сахарную свеклу И у него эта сахарная свекла Например, страдает циркоспороза И долгоносика Вот две классические проблемы со сахарной свеклой И этому фермеру нужно, значит, это его 4 гектара Обработать У него есть трактор с прыскивателем хорошим Мощным, бочка Но проблема в том, что На 4 гектара Трактор у него израсходует Примерно 100 литров топлива И если он поедет один раз И обработает от циркоспороза То есть грибковой болезни Израсходует 100 литров топлива И второй раз поедет Обработает от долгоносика Израсходует еще 100 литров топлива Это получаются уже очень приличные деньги Которые не факт, что Отобьются, собственно, с тем урожаем Который он вырастет И это, кстати, очень важный момент Который обычные садоводы и огородники В абсолютном большинстве своем упускают Людям кажется, что то, что они Выращивают своими руками у себя на огородах Это бесплатно Так вот, нет Все это стоит каких-то денег И для того, чтобы Вот это вот Расходование своих средств Оптимизировать Фермер делает очень просто Он в одном баке Смешивает и средства от болезни И средства от долгоносика Таким образом Получается Баковая смесь И название Само баковая смесь Происходит как раз Потому что Если несколько препаратов Под разные задачи Смешать в одном баке Это получается просто По количеству много Получается большой бак Хотя, если мы все это Смешаем в небольшом опрыскивателе Который вы применяете у себя На огородах Или в саду Название от этого И суть от этого В общем-то Не меняется Что это дает Например, обычному садоводу И огороднику Которого не расходуется 100 литров топлива На то, чтобы 4 гектара Обработать Потому что у него, например Участок всего 4 соточки Это все-таки дает Экономию сил и времени Согласитесь Пойти и опрыскать Один раз Одним средством от болезней Потом пойти и опрыскать Второй раз Вторым средством от болезней Потом еще подкормочкой Потом еще чего-то там сделать Это работа А нам же хочется Чтобы работы было поменьше Поэтому напрашивается Вполне логичное действие Смешать все, что нам нужно В одном опрыскивателе И обработать И получить сразу Одним действием Много-много-много Результатов Защиту от болезней Защиту от вредителей Подкормки И стимуляцию И все остальное Кстати, с вот этими Всеми препаратами Ниспроста Они здесь стоят Сейчас расскажу подробнее О чем здесь Это все легко Реализуется Но Здесь опять же Возникает один Такой Сложный И не вполне Сразу вот так вот Тем более обычным Судоводам и огородникам Понятный Какой аспект Дело в том Что Приготовление Баковых смесей В своем Классическом Сельскохозяйственном понимании Это целая наука Поэтому Вот давай ты просто Прочитаешь кусочек Инструкции По приготовлению Баковой смеси Которая вот Для сельхозпроизводства Предусмотрена Современные средства Защиты растений Представляют собой Сложные композиции Содержащие Собственно действующее Вещество И вспомогательные Компоненты Повышающие его Эффективность И облегчающие Их применение Как правило Препаративные формы Пестицидов Добавляют Растворители Консерванты Антиокислители Стабилизаторы Смачиватели Дисперкаторы Эмульгаторы Кроме того В их состав Входят Ингибиторы коррозии Венокрасители Закустители Антифриз Вещества Для уменьшения Испарения И регуляции PH Красители А также Другие наполнители И добавки Плюс проверка На физико-химическую Совместимость Точные сроки И точные объемы препаратов Правильная последовательность Смешивания И очень желательны Средства Индивидуальной защиты Но Попросту говоря Да Вот это Танзация Зачитала Но Проще На человеческий язык Это то Что если вы возьмете Какие-нибудь Ядохимикаты Пестициды Не важно Что И смешаете В одной Баке То Например У вас что-то Может выпасть В осадок Либо Может образовываться Очень огромный Объем пены Это может Нагреваться До очень Высокой температуры Прямо До кипятка В связи В случае того Что происходит Химическая реакция Просто Вот самая Натуральная И в этом смысле Биопрепараты Имеют Биопрепараты И так имеют Передедах Химикатами Огромный список Преимуществ Почему собственно Мы являемся Экспертами В биопрепаратах Потому что Сами В общем-то Понимаем Важность И сами Очень ценим Вот такие Вот свойства Биопрепаратов Так вот Биопрепараты Вот таких Недостатков В том числе Вот в отличие От этих Химикатов Лишины Если При приготовлении Баковой смеси В Обычной Вот этой Агрохимической Своей Составляющей Там нужно Очень грамотно И правильно Соблюдать Последовательно Что с чем смешивать Что зачем В каком порядке Следить за температурой Там и за пенообразованием И за всем О чем мы уже поговорили То в случае биопрепаратов Все намного Проще Для обычного Приусадебного Или дачного Участка Можно Например Для защиты От болезней Воспользоваться Вот таким Вот замечательным Фитохелпер Можно Добавить К нему Какой-то Биоинсектицид Например Фитовир К этому всему Можно добавить Например Вот Насчет Оздоровителя Почвы Я не того Ухватил Гроу Хелп Где-то У нас был Гроу Хелп Как подкормка Либо Какая-то Любая Вытяжка Из Биогумуса Жидкий Биогумус Назовем его Условно так Здесь Даже вот в этом Помещении Этих всяких Бутылочек Великое множество Все это Можно Смешать В одном Опрыскивателе И Одной Обработкой Решить Сразу Большой Комплекс Задач Чтобы Чтобы Опять же Далеко Не уходить В заданной Теме Например Вот этот Замечательный Фитохелп Чем он Собственно Замечательный В основе Его Хорошо Знакомая Многим Опять же Нашим Зрителям И подписчикам Сенная Палочка Она же Бактерия Бацилус Суктельт Эта Сенная Палочка Хороша Тем Что Помимо Своего Чисто Фунгицидного Очень Эффективного Действия Она Еще и Вырабатывает Метогормоны Антибиотики Витамины Кучу Еще Всяких Таких Наукообразных Слов Которыми Я не стану Наших Зрителей Загружать Но Помимо Противоглибкового Действия Вся Эта Сенная Палочка Она Еще И Оказывает Стимулирующее Действие То есть Растение Начинает Лучше Расти Активнее Цвести Интенсивнее Завязывать Плоды Накапливать Больше Углеводов Витаминов И всего Того Собственно За что Вкус Улучшается Проще говоря У плодов А если Это все Еще И попадает В почву То в почве Высвобождаются Связанные До того Минеральные Элементы И усиливается Минеральное Питание Растения Если Кто-то Считает Что это Незамечательно То он Очень Сильно Ошибается Плюс Инсекби Инсектицид Дает нам Защиту От Насекомых Вредителей Гроу Хелп Опять же Обладает Всеми Теми же Свойствами Что и Фитохелп Только Ярко Более Выраженными А если Мы в это Все Добавим Еще Липосам В качестве Прилипателя То эффект Многократно Усиливается Потому что Такое Слово Как Прилипатель Оно Среди Садоводов И огородников Пока Еще Не очень Распространено Не очень Понятно А напрасно Почему Потому что Само Вот это Слово Прилипатель Оно Означает Что То чем Вы Опрыскиваете Оно Лучше Прилипнет К листику Не стечет Буквально Раствор Меньше Стекает Раствор Полнее Плотнее Держится И дольше Держится На обрабатывании Растении Не смывается Дождем Не стекает Вместе С росой А это Увеличивает Ее эффективность То есть Можно Либо делать Меньше Обработок За сезон Либо Давать Меньшую Концентрацию Раствора Причем Как вы думаете Что стоит дороже Собственно Сам Биофонгицид Или Прилипатель Подсказка Прилипатель Дешевле То есть Мы потратим Меньше денег А эффект Получим Больше И лучше Я считаю Это Хорошо Еще одно Свойство Такой Баковой Смеси Именно Биопрепаратов То что Там не требуется Средств Защиты То что Не нужно Изолировать Там Домашних Детей Котиков Йоркширского Терьера И кто у вас там еще есть Пчел Это тоже чудесно И замечательно Но Почему собственно Мы любим И пользуемся Баковыми смесями Именно биопрепаратов В том числе Тех Которые Я вам перечислю Потому что Если мы Не дожидаемся Появления болезни А делаем Упреждающие Обработки Такими Баковыми смесями Причем Всего участка Все подряд Начиная с клубники Через огурцы Помидоры На розы На деревья На ягодные кустарники Все Вот эти все препараты Они широкого спектра действия И они эффективны Против Вот всех тех проблем Которые обычно У судоводов И огородникам На участках Возникают А если мы Еще и не дожидаемся Пока проблемы Возникнут А делаем Обработки До того Это очень странно Это против Как бы Обычного Здравого смысла Ну Как это Бороться с болезнями И вредителями Когда болезней И вредителей Еще нет Но все дело в том Что Вот поверьте Огроному Спортсменки И просто красавице Когда болезни И вредители Уже начались То дальше Все что вы можете Сделать Это Попытаться Получить Хоть какой-то Урожай Вылечить Растения До конца Даже самая Немецкая Агрохимия Не позволяет То есть Мы уже Как-то Дотянем До конца Сезона Получим Три унылых Огурца И парочку Таких Помидор Которые Надо скорее Куда-то Что-то с ними Сделать Потому что Сгниют В случае Если мы Делаем Обработку Баковой смесью До того Как начинаются Проблемы У нас Проблемы Вообще И дальше Наступает То, что Наши подписчики Назвали Эффект Дачного Агронома Ты об этом Расскажешь Наверное Лучше Да Хочу еще Сказать Что Действительно То, что Уже Заболело Назад Зеленым Не станет Листовая Пластина Назад Не возобновится Но вот Новый Прирост Который Особенно Ценен Например На огурцах Очень важно Сохранять Его Здоровым Зеленым Чтобы иметь Какой-то Шанс На спасение Растений И опять-таки Вернусь В невероятную Пользу Баковых Смесей Уже Непосредственно Для Прикладного Случа Косим газон Поливаем И признаюсь Что я попрошу Обычно Мужа Сделать Опрыскивание Так вот Насколько Легче Просить человека Не три раза А один Потому что Он в один Бак Нальет Трес компонента И сделает Все как нужно И при этом Растения Будут здоровы При этом Я точно знаю Что это Профилактический Подход Имеет свой плюс Когда Все как сказал Слава Что мы не ждем Пока заболеет А пока еще Растения здоровы Мы поддерживаем Их здоровье И тогда Есть все шансы Собирать урожай До самой осени И возвращаясь К тому С чего мы начинали Тут с женщиной Которая проходила И она была Не подсадной Что действительно Ведь мы же Этим всем занимаемся Для того Чтобы нас Это радовало Для того Чтобы чувствовать Жилку Вот этого Творца Чтобы можно было Переключиться Заземлиться У нас полно работы Но когда мы Оказываемся Со своими растениями Мы можем Помолчать о чем-то Немножко Разгрузиться Снять вот этот Тревожный фон От постоянных новостей И это Это очень ценно Это Важно на самом деле Сейчас мне кажется Во-первых Эффективнее Любого психолога Во-вторых Дешевле Вот в этом Очень Любим это дело И Очень Грустно Когда В этом пространстве Появляются вещи Несовместимые с жизнью Ну например Ядохимикаты От которых Нужно изолировать детей Вот у нас В семье Двое детей Они могут выйти Утром Пока я там Значит Грею чай Да Уже раз И кто-то там Земляничку потяну Конечно же Зеленоватую Ну у кого Есть дети Чем-то Знаю Что Не все Ждут Пока все Создреет И очень Грустно Если срок Ожидания Препарата После применения Еще не вышел Тогда нужно Вообще Просто все Бросать И выдирать Из рук Вот Ну то Зеленое Потому что Это физически Несет отравляющее Вещество На организм Поэтому Я сама Человек Который Люблю Все живое Не стараюсь Как-то там Все это Выжигать И делать Стерильным А наоборот Добавляю Как можно Больше Позитивных В том числе И микроорганизмов Наших друзей Которые На нашем Загородном Усадьбе Участке Будут работать За нас И в этом плане Вот как раз Смеси биопрепаратов Все что вы найдете Из этой сферы Это будет иметь Долгосрочный эффект Это гораздо лучше Чем вы будете Прокаливать почву Забрасывать какие-то Шашки в теплице Чтобы все полностью Потом же В теплице нельзя заходить Кстати Три дня точно А после этого Нужно еще проветривать И рядом с теплицей Тоже находиться нельзя И вот профессионалы Которые работают В теплицах И на больших Путсадях Они же как Обработали Обработали И смылись То есть Они не ходят Тут вправо-влево Знаете С сумочками Не выгуливают Собачеки Все такое прочее Что у нас Как раз На дачах И происходит Поэтому Биопрепараты Экологическое земледелие Это наша реальность Которая Для любого человека Подходит В любом регионе Страны И с любой Площадью участка Подведем итог Биопрепараты Это замечательно Само по себе А Правильная Баковая смесь Биопрепаратов Да еще и Применяемая Не для ликвидации Последствий А для Упреждения И профилактики Дают Замечательный Эффект Они делают Жизнь Сотовода И огородника Лучше А самого Огородника Счастливее Огородника